Почту и посылки в отдаленные села так же быстро, как и в областной центр. В Варьковской области это произойдет уже в ближайшее время, обещают в Укрпоште. Сегодня регион получил 37 новых автомобилей. Как их будут использовать, узнавала Светлана Шекера. Эти водители Укрпошты еще не так давно ездили практически на раритетных машинах. На Мазах и на Зелах там. Сегодня автопарк обновился. 37 новых Ситроенов. Помимо обычных маршрутов, теперь они будут доставлять корреспонденцию и посылки клиентам прямо домой. Роман Савченко проехал за рулем этого курьерского автомобиля полтысячи километров. Перегонял из Киева в Харьков. Очень удобно то, что открываются двери сбоку. Почему? Тем, что в труднодоступных местах есть какое-то преимущество. Можно ближе подъехать, подойти, если высокий бордюр, то не надо будет скакать по бордюрам. Большинство автомобилей уже отправились в отдаленные районы, где их очень ждут. Это уновление парка на 25%. И они будут обслуживать не только место Харьков, а и 7 районов Харьковской области. Также будут ездить и наиболее село прикордонных районов области. И мы надзвичайно вдячны тому, что есть уновление, поживание, а также увеличение умов работы людей. Думали о том, что Укрпошта будет развивать в том числе и логистические свои возможности на территории области. Харьковская областная администрация будет этому сприятна. Укрпошта обновляется. И это касается не только автопарка. До конца июня в каждом отделении заработает интернет. А значит увеличится скорость доставки. К примеру, посылка из столицы в Харьков будет доходить за один день. Автопарка плюс компьютеры – это дает возможность современных нормальных услуг. Это и сплата паев, это доставка интернет-замовлений. Все те, что имеют сейчас жители города, это тоже возможность нашим жителям селам получать такие же нормальные услуги. Есть хорошие новости и для коллектива Укрпошты. В этом году сотрудникам увеличат зарплаты. Светлана Шекира, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер Харьков.